Итак, с вами ДПП, мы продолжаем играть за левый комментарий. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас же тут стоит цель дообъединить Китай. В целом, не осталось уже никаких у нас соперников, не осталось никаких вождей и начальников. Но нам нужно вернуть все наши территории. Я думаю, это включает в себя вот эти вот города, какие-то территории немецкие, Тайвань обязательно. Ну и, конечно же, можно освобождать остальную Азию. В принципе, что-то где-то уже и так свободно. В любом случае, ребят, поехали. А вот, если говоря, можем интегрировать хунань, давайте это и сделаем. И у нас идет последний, третий конгресс. Так, оккупация... Ладно, в общем-то, у нас взятся вот эти вот немцы. А, и у нас, как мы выгнали японцев, поехал национализм. И немцы слятся, все иностранцы уезжают. Ну, конечно, больше не побьюзить Чайну, говорится. Нам бы помочь как-то интернационалу здесь, потому что немцы это фактически наш противник, но мы сами бедные. С другой стороны, вы знаете, что могли бы сделать? Мы могли бы распустить нашу часть армии, в принципе. Таким образом пополнить оставшиеся части. Сделать вот так, я думаю. И, соответственно, какие-то излишки отправить, помогать как раз-таки против Германии воевать. Не уверен кому, но хоть кому, как говорится. И вот оно, месяц за унижение. У нас разные люди начинают какие-то погромы, в общем-то, куча насилия. И армия начинает успокаиваться. Как бы все успокоилось, но офицер был найден мертвым. В общем-то, были найдены множество трупов, очень много потерь. И офицеры начали умирать. В общем-то, начинаются у нас некоторые проблемы. Ну, это как раз-таки, видимо, из-за радикализма. Но мы знали, на что мы шли. И у нас тут какие-то, так сказать, утечки, каких-то секретных документов. Мол, Китай что-то с интернационалом наговаривался. Но в целом, что мы сделаем? Мы просто поддерживаем наших ребят, верно. Тут все понятно. И таким образом мы потеряли некоторые генералов, но у нас все еще остается много, как вы можете видеть, и так очень хороших. И мы можем уже начинать распределять как-то наши заводы военные чуть-чуть получше, потому что пока что мы всего немножко перепроизводили. Но сейчас будем фокусироваться больше на каком-то, на какой-то авиации, на вот этом всем. И балансировать наше производство. Плюс, я думаю, сейчас начнем отправлять излишки в интернационал. Надо им помогать побеждать хоть как. И, конечно же, закупаться в идеале именно у них и у России, которые тоже воюют с Германией. Ну, я не могу отправить многого, как говорится, но 7000 винтовок, пускай во Францию доедут. Я надеюсь, они помогут. Иван начинает свою речь, но у нас в партии полный раздор. А вот нация наша как раз таки едина. И с объединением этой нации распадается вся наша партия. С точки зрения, это делегация получает себе неплохое количество голосов. Маркет Либерал, а ну, понятное дело, что они ничего не получат. И смотрите-ка, мы стоим против реакционеров, да. Так что, получается, еще радикал социализма. Но в идеале, конечно, как я и говорил, вот сюда дойти. У нас тут парень, вот этот вот, да, что-то он там готовил. Я думаю, это еще сыграет свою роль. Тут начинаются какие-то движения, различные партии делают какие-то свои ходы. Главное, чтобы последний ход финальный был за партией, которую я хотел бы видеть. И вот оно, да. Кто-то действует внутри парламента, вот в всех этих разных залов, а у нас есть ребята, которые действуют за ними. И смотрите-ка, стабильность у нас улетает, но мы получаем популярность в зависимости от нашего радикализма. И она делится между синдикалистами и как раз таки тоталистами. А меня это устроит. И внезапно здесь все ребята теряют всю популярность. Тоналисты теперь имеют огромное влияние. И у нас, возможно, будет импичмент. То есть нашего текущего президента могут отстранить от власти. Ну что ж, смотрим, что сейчас произойдет. Смотрите-ка, вот оно. У нас происходит полный хаос. Наш парень опытный политик, но для него даже это было слишком тяжело. Он пытается успокоить толпу, но не получается даже с его союзниками. Он откладывает выборы, потому что считает, что из-за насилия они прошли неправильно. И мы назначаем себе советника Сунфо нашим вторым по власти в стране. То есть он чуть-чуть власти передает ему стабильность, цель сопротивления и скорость постройки за политку. Допустим. Кстати, стабильность нам очень нужна сейчас. И неужели у нас будет сейчас какая-то очередная гражданская война или что? Потому что в итоге враждебное правительство, конкурентное соперничество, скорее даже, на юге было сделано. Комитетом Коментань. И они называли, что... И они говорят, что у Ванга нет прав править. И, в общем-то, пора ему покинуть свой пост. Более того, никто не собирается отступать. Он хочет сам пойти на юг, как в виде жеста доброй воли. И у нас еще пропадают генералы. Блин, только всех не забирайте. Мне еще нужно, чтобы кто-то командовал прокачанное. Ну, у меня, в принципе, есть накачанное. Да и, в принципе, их много. Цикл смерти. У нас еще умирают генералы. И он никогда не доехал до туда. И он убит. Никто не знает, кто сделал засаду. Путь должен был быть в секрете. В итоге у нас абсолютный ужас. И опять у нас с нацией что-то не так. Но не умирают наши генералы. Верченг занимает время на пост. Я так понимаю. Вообще-то пытаюсь он что-то сделать, но каждый раз у него не получается. И смотрите-ка. Дай. Дай контролирует. Вот. Вот она наша темная лошадка, за которой мы болеем. И смотрите-ка. У нас происходят некоторые опять изменения. У нас вот опять куча-куча генералов пропадает. Может, и советников еще сейчас увидим. У нас будет у каждого какая-то сила. То есть, я так понимаю, кто вот ее победит. Да, у нас будет какая-то, видимо, гражданская война. Написано, коментанская. Но я думаю, это по ивентам, надеюсь, по крайней мере. Смотрите-ка, это нормальный мод. А здесь с подсказками. Я бы все-таки поиграл с подсказками, потому что здесь иногда могут быть очень случайные варианты в этих событиях. И да, мы теряем пять генералов. Неприятно. Ну и мы зато интегрировали Хунань. Хоть что-то происходит, как говорится, ожидаемо. Так, у нас новый президент. И всегда нужно быть осторожным всем, чего ты желаешь. А там, видимо, армию просили помощи. И мы не будем вести какие-то переговоры. Мы сразу же объявим военное положение. Может, если к нам какие-то опять генералы попали, я не уверен, это... Но это вроде не вернулись, это откуда-то еще они появились, господи. Короче, я думаю, с генералами определимся, когда все закончится. И отправляем войска на Хунань. Потому что это бустит как раз такие татаристы, которых нам и нужно вроде как привезти. Да, и вот здесь прогресс. Я думаю, мы сможем привезти нужных людей. Битва за Хунань. Успели ребята вовремя защищаться от сил. Дэн и Янды. Ну, в счетах, выбираем опцию, которая помогает нашему движению. Говорят, флот у нас нехорошо воспринял это. У нас на флоте только захваченные корабли. У нас, считайте, и нету даже собственных каких-то офицеров флота. Практически. Ну ладно, допустим. Можно сказать, что они наши братья. Но нет, они не братья. Даем силы вот этим ребятам. Не отнимаем опять-таки ху-тоталистов самое главное. А еще, я думаю, я могу отправиться ленд-листов в виде авиации в Британию. Это, я думаю, надеюсь, в примере поможет. Вот так вот. Кстати, что у них по флоту? Если у них еще есть флот, то у них еще есть шансы. Но со флотом у них проблема. И смотрите-ка. Как раз-таки пушим мы под Янгзе. Какой-то под речкой. И Нанкинский Сигу держит реку. Ага, ага, ага. И мы забрали себе вот у этих ребят все сюда. Нормально. А с готовкой бы на Монголию. Здесь никакой гарантии нету. Представляете, или есть? Тибет. Ну, Тибет придется самому перерывать сейчас в своей независимости. Так что, я думаю, это только нам в плюс. И за что? Они же были нашими друзьями. Индия готовит против нас КБ. Ну, Индия, это не закончится для вас хорошо. Смотрите, какого. Оседает пыль. И КМТ ЦРС побеждает. Ху. Зонган тримфирует над всеми. Прекрасно. И у нас здесь вот, смотрите-ка, что это такое. Внутренний круг, внутреннего кольца. В общем, какой-то секретный комитет. И у нас там плюс оперативники. В общем-то, начинается у нас вот этот вот Ксинет строиться. У нас появляются новые фокусы. И мы можем начать освобождать Азию. А еще так же обвить нашу столицу. И давайте в Ухань. Потому что он достаточно в безопасном месте. Укреплен. Вокруг горами. Портификациями. Очень безопасная точка. С датом тоталистов. Это даст нам возможность добровольств отправлять. И еще что-то делать. А самое главное, это даст нам еще один слот. И Монголия капнулся, говоря, передавая нам неплохо так снаряжение. Снаряжение можно передать теперь какой-нибудь Франции. Ну и плюс мы, да, производим теперь самую лучшую артиллерию. Да и следуем сейчас здесь все. Начинаем танки. Сейчас у нас самолеты будут тоже самые лучшие. Реактивных, конечно, технологий еще нету, но будут. И по промке самые главные техи мы сейчас тоже добиваем. В общем-то, кое-как чуть-чуть догоняем, собственно говоря... Так. Монголию, конечно же, интегрируем. Догоняем современные страны. Мы больше не будем от них отставать. А вот и Монголия, кстати говоря. Что мы тут можем делать? Кстати, радикализм все еще тут... А, ну, у нас он уже закончился, но допустим. Стабильность, кстати говоря, подкачать было бы, наверное, очень неплохо. Так что да. Потеря небольшое явление, это плевать. А вот и Дипит вернулся в китайскую, конечно же, родную гавань. И теперь нам нужно думать, как тут с Индией воевать. Но в целом все достаточно понятно. Просто раздавить их за такое непонятное никому у нас предательство. Ну, я думаю, бутан тоже стоит здесь немножко подинтегрировать, чтобы как-то граница была такая более внятная. Ой, ну вот этот вот дебафчик у нас пропал. В общем-то, нормально. И сейчас докачаем фокус и пойдем вот сюда. Вторая национальная революция. Тут у нас будет еще один слот исследований, вроде как. Ну, сейчас будем нажимать тут кнопочки потом. У нас тут вроде как будто неплохие такие бафы будут, по ощущениям. Ой, тут Рансамур решил начать, кстати говоря, войну с Россией. Удачу им с этим, я думаю. Хотя это пошатнет, конечно, ситуацию с Германией. Германия начнет, да, пушить. Потому что Россия отсюда войска увела. Германия сюда привела побольше поиска. Здесь еще войска Антанты. Я надеюсь на то, что Германия сможет хотя бы подержаться какое-то время. И французская коммунат капнула. Да. Ожидаем теперь падение Британии. У нее, конечно, есть флот. Но флот Германии примерно равен. А там еще есть флот в Франции и флот Британии. И флот куча моря не так. Так что я думаю, ну, нету шансов уже о Британии. И вот они. Мы объявляем о победе. Прекрасно. 35 дней сделать ничего. Странно. Подождите, что? Национал, социализм. Так, по ощущению, это фокус без ничего. Поэтому я его пропущу, если что, на всякий случай сделаю просто. Но потом просто пропущу следующий. Потому что 35 дней ничего. Звучит, как будто что-то багнулось. И экономическая реформа. Мы делаем в Китае национал-социализм. Что? Звучит очень странно. Смотрите-ка. Продолжается у нас сопротивление. Мы выиграли войну, но не мир. Викливерсаппорт минус. Да. Но это все еще ничего не делается. Кстати говоря. Думал, что хотя бы что-то поменялось бы. Но нет, ничего не поменялось. Вот сюда надо будет пойти. Но сначала возьмем слот исследования. Я все-таки думаю. С этим мы как-то потихоньку разберемся. И да. Измученная нация. Истощенная, я бы сказал. Так, тебе-то аннексируем. Ведь у нас дебафы. Мы никак не можем полностью оправиться. И вот это исправляет это все. Хорошо. Значит, нормально. Значит, все логично. Еще и с правительством проблема опять. Революция имеет какие-то проблемы. Все как обычно. Ну что ж. Будем исправлять это все. Читаться в Тибетиксе. Говорит Иринас тоже. А стабильность? Нам нужна стабильность. Хоть какая-то. Пока что настолько стабильно. Проблема и стабильно нет стабильности. И да. У нас все-таки напали. Но мы к этому готовы. Так что. Думаю сейчас. Блядь. Вот здесь вот не готова. Так что сейчас с этим потихоньку разберемся. Здесь мы уже идем в наступление. Здесь тоже. Чуть тут был проход. Ну ладно. Был проход. Прохода больше нет. Войска эти умирают. Нам только вот здесь вот главное сейчас не это. Не провалиться. О, смотрите-ка. Что мы тут ищем у нас. Статализм, синдикализм. Ага, ага, ага. Ну да. Вот это вот конечно ищем. Статализм нам нужен. Поддержка партии должна быть максимальной. Следующая война. Вот здесь вот начинается. Какое-то восстание в Южной Африке. Но нас интересует лишь Британия. И она потихоньку падает. В нее все больше и больше высадок. Я думаю она в один момент просто не сможет с ними уже бороться. И договор Парижский. Франция все-таки да. Потерялась и Французская республика там теперь правит. Британия будет держаться какое-то время. Но в итоге я думаю тоже пойдет так или иначе. Нам пора наверное разбираться сначала с этим проблемам. Со стабильностью. И это нам нужно вот сюда. Так что поехали. Национал популисты и автократы к нам присоединятся в коалицию. У нас тут есть выбор пойти в абсолютный тотализм. Скажем так. И полностью избавиться от правительства. Либо все-таки контролировать его. И делать какой-то вид выборов. И если мы пойдем вот сюда. То у нас не будет доступен советник Сунфо. А Сунфо дает плюс стабильность. 0-1. Это немного. Но я думаю нам стоит все-таки его взять. И все-таки подкачать себе чуть-чуть стабильности. И сделать хотя бы легкий вид демократии и парламента. Но тем временем Война с Индией в итоге перешла. В такую задержанную стадию. Будем мы просто в обороне находиться пока что. Ну и меня это в принципе устроит. Будем их ресурсы потихоньку истощать. По факту именно снаряжение. Потому что по людям там 14 миллионов. Я думаю это просто невозможно. У нас конечно тоже немало. Но я думаю именно по снаряжению мы их выбьем. А потом перейдем на вступление. Плюс мне нужно построить сюда снаряжение побольше. И кроме того авиабаза. В принципе этим всем мы потихоньку занимаемся. И мы сейчас уберем все минус стабильность. Прекрасно. Следующая политка. Как вы помните идет у нас. Все еще на слот. Которого нету. И мы видим какой вывод. Что слота 6 у нас не может быть. Так что следующая политка идет вот на этого советника. Нужно будет 150. Когда мы уберем этот вот себе дебаф. Так что окей. И будем потихоньку потихоньку восстанавливать стабильность нашей прекрасной коммунистической страны. Давайте пойдем наверное вот с этим. Тоже с дебафом разберемся. Это как будто было бы неплохо. Но и экономику тоже было бы сделать неплохо. Давайте наверное все таки экономика. Но если говорить еще 100 политки. Нам нужно сейчас будет советников заново расставлять. Так что да нам это пригодится. Есть вариант пойти в тотализм. Либо в ансенпопулизм. Ну нет. Мы будем полностью в тотализм. Непонятного ансенпопулизма у нас здесь не будет. Мы можем начать с третьей. Реформирует нашу землю. И получать слоты. И увеличивать уровень этого региона. То есть тоже получать слоты. И у нас еще куча ресурсов. Куча всего у нас есть. Нужно только политку на это все накопить. И все будет прекрасно. Начнем со стабильности конечно. Тут тоже что-нибудь было бы неплохо взять дополнительно. Допустим вот этот парень очень хорош на самом деле. Но посмотрим. Еще вот этот парень. Этого тоже можно, как сказать говоря, поставить. Ну и смотря на то, что у нас варсапорт все-таки потихоньку допадает. Надо все же пойти вот сюда. Здесь будет плит стабильность. Немножечко варсапорта. Подкатим. Потому что за дебаф она была. И пойдем побыстрее убирать вот этот вот варсапорт минус. Так-то нам линд-лид хотел давать. Конечно берем. И будущее вот это вот земельные реформы. Тотальная национализация. Либо такое. Умеренная. Нет. Тотальная национализация. О. Революционный успех в Корее. Смотрите-ка. Мы стоим вместе. Это однозначно. Слушайте, это прям приятно. А эти ребята тоже потихоньку развиваются. Можно будет потом еще их тоже поразвивать. Это тоже выбор. Новый порядок. Либо помочь еще каким-то ребятам. Автократия нет. Тотализм. Все идет только в тотализм. Смотрите-ка. В армии нашей комиссии. Все-таки можно только самым-самым лояльным. Но нет, мы не будем скатываться в национализм. Точнее, в этот супер-культ личности. Он, конечно, у нас есть. Но это культ личности Китая, я бы сказал. И именно ради Китая все это совершается. А не ради нашего правителя. И смотрите, всем лидерам дастся плюс одна атака и плюс одна защита всем генералам. Это приятно. Смотрите, как гадание у нас тут происходит. Я так понимаю, что-то наш сын там что-то делает. Молодец. И прекрасный, да, разум с прекрасным будущим. Тотализм. Не национальный популизм. И берем еще одна парня на стабильность. Что ж, по 0-2 уже так солидно. Смотрите-ка, предатели в наших рядах. И все реакционеры... Уф. У нас вернулись старые генералы. Но это был сейчас прям... У нас пропали все хорошие генералы. И придется сейчас переставлять и ставить себе новых. И их раскачивать заново. Кстати говоря, вот он, наш правитель, как говорится. Тоже в виде генерала. Это было необычно. Но, ладно, у нас есть... Кстати, два хороших генерала. И, в принципе, резервные вот эти вот два сейчас будут раскачиваться. И забрали все моменты бафа. И теперь можно пойти вот сюда. Здесь дается до двух заводов военных в каждом стыте. В зависимости от нашей популярности тотализма. И у нас тотализм очень популярен. Поэтому сейчас берем стабильность политику. Идем в военные заводы. И у нас уже почти все здесь везде готово. Движение новой жизни. Номерно, тотальная революция культуры. Да. Так, я понимаю, мы завоевали воздух. Все больше и больше там кончается. Людей и всего. И мы можем сделать, я думаю, вот так. Я не думаю, что нас за это накажут. И сейчас потихоньку мы Индию на истощение берем. И по поездам, и еще и по машинам. То есть по людям, как я говорил, мы их не выбьем. А вот по снаряжению да. Иначе пробиваться будет, ну, достаточно тяжело. Все еще нормально, потому что у нас есть штурмовики. У нас уже хорошая авиация. Но неприятно. Мне не хочется терять слишком много войск. Так что истощаем их полностью. Хотя перед милками я бы все-таки взял бы вот эти бафы. И взял бы себе прекрасные, во-первых, дебафы убрал. Во-вторых, вот этот взвод еще на ТНП. И будет у нас очень мощная экономика, конечно. И ресурсы надо тоже закачать, потому что у нас ресурсов много, но нам приходится покупать. Мне это не нравится. Британия, кстати говоря, выбила вызовки. Я очень ими доволен. Возможно, Британия все еще будет оставаться крепостью, бастионом, царализма в Европе. И я бы им готов был мочь в этом. Но я не уверен, что им нужно. По пехотке, я думаю, у них и так сложно быть. Авиация мне пока что здесь нужна. И у нас внутренние фракции. И более народа должна, да, возглавлять наше, в общем-то, направление. Ну и Россия все еще держится. Там, я думаю, все еще должно быть нормальных людей. Да, 1 миллион при этом, при расширенном. А здесь уже все взрослые служат. И скоро, я думаю, они должны переключаться. Здесь тоже проблема. И Россия может выиграть войну на истощение, я думаю. Так, Германия огромная промышленность. Главное, чтобы Британия смогла продержаться вот здесь вот. И тогда, тогда все возможно. Я бы им, наверное, отправил еще пехотки. Ну и так, будет немножко авиация, как-то вот так. И давайте вернем конвои, которые нам со всего мира отправляли. Против чего еще воюет Германия. В Мексике тут еще война происходит. Но в Мексике проигрывают. И здесь еще ребята тоже в Южном Америке держатся. Но я думаю, они тоже проиграют. Не хватает войны между, на самом деле, Антантой и Германией. Это в теории возможно. Ну-ка. Вот они вернулись. Где-то там в теории может быть война. Но я не уверен. Посмотрим. Вот оно, да. Если они пойдут вот сюда, то в теории могут быть, да. Смотрите, что я делаю. Я нашего обычного генерала делаю фельдмаршалом, чтобы поставить его советником на атаку. Да вот он, седьмого левела. Он еще вполне себе может до восьмого. И тогда будет прям супер эмбой, конечно. Это будет приятно очень. Ну смотрите-ка. Объявляем о непрерывной чистке. Солен минус ресурсы на рынок. Плюс ТНП. Ну, как говорится, минус ТНП, поэтому он освобождается, плюсуется. Стабильность, кстати говоря, видите, потихоньку очищается. Действительно. Еще минус 15, потом пропадет. И мы скоро вообще в плюс пойдем. Наша сторона начнет становиться стабильной. Это у нас пока что, видите, минус куча аутпута. Дебафов очень много пока. И да, наша война на истощение действует. Поезда уходят, машины уходят. Со снабжением начинаются слинные проблемы. Здесь вот это уже видно красными коробками. Здесь пока что где-то желтыми. Здесь вот, допустим, тоже красные периодически. Скоро все станет еще хуже. Кроме того, все еще продолжают воевать в Германии, что достаточно выгодно для нас. И они здесь забирают какие-то территории вот тут. То есть всякие наши территории. Что оно поможет попозже? Их получить себе попроще. В идеале вообще, конечно, не воевать, конечно, с Антантой. А лишь, так сказать, у Японии отобрать то, что она отобрала у Антанты. Ну, посмотрим, как уж получится. Ну что, давайте на этом позавершим. В следующей серии мы уже пойдем в атаку на, я думаю, Индию. Скорее всего, начнем войну заново с Японией. Наш флот, в принципе, такой достаточно солидный. Он может, по крайней мере, помочь нам высадиться. Хотя, конечно, нас разобьют в прямом столкновении. Но с помощью авиации, может, как-то мы сможем перевернуть. Пока что здесь мы строим только гражданскую промышленность. Потому что нам нужно ресурсов покупать много. По технологии мы догоняем. В общем-то, Китай скоро станет вновь великим. Ну, с вами был Дуб Гэй. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайки, комментарии, твизи, скрытые гости. Все в описании. И до скорых встреч. Всем пока. Пока.